приветствую вас на своем канале кирмен бай видео будет про посад b3 для тех у кого нет диагностических разъемов то есть в этом видео я покажу где находится по распиновке провода на диагностику именно на разъеме блока а был еще так просто даже можно включить вторую передачу было бы поудобнее дальше достаем вот эту резинку и что мы видим мы видим два диагностических разъема которые должны быть у вас вашим посадим неважно какого года если у вас этих фишек нет это видео для вас я в этом видео покажу как их восстановить покажу распиновку откуда эти провода выводить немного пишут комментарии с разных стран суть не в этом про посады бы третье свои все пишут и пишут и пишут помоги у с тем помоги с тем помоги там с проводкой помоги с мотором троит пыхтит и все остальное ребята который раз и пишу и отписываюсь и еще в очередной раз вам говорю сделайте диагностику смотрите какой я сделал красивую себе кнопочку вот это у меня кнопочка на диагностику защиты такой с подсветкой вся фигня можно не мучиться с данной кнопкой можно просто сделать диагностику с помощью ноутбука если ваш посад b3 именно девяносто первого года выпуска и выше если нет девяносто первого года выпуска а ниже наоборот то можно делать самодиагностику и так если у вас в вашем посаде бы третьем нет вот этих диагностических разъемов видео короче будет для вас и так погнали для тех кто не знает где находится и буву посаде бы третьем буву находится с правой стороны по ходу движения вот с этой под капотом снимаете вот эти все защиты эти все крутилки снимается и вот здесь где ваш и номер на здесь вроде бы в номер вот здесь вот именно находится ваш ваша буву как достать это наше буву смотрите в моих предыдущих видеороликах и если нет у кого этих диагностических разъемов то вот именно здесь на буву есть такая широкая фишка и вот эта самая наша фишка разъем который мы сняли с буву из данной фишки мы будем вести наш диагностический провод до девяносто первого года будет один провод на диагностику именно будем брать с этой фишки с девяносто первого года будет два диагностических провода а с правой стороны на данном фото виднеется наша с которой мы сняли эту самую фишку дальше все вам покажу по схеме если кто разбирается немножко где плюс где минус тот себе сделает если не разбирается то можете показать своим знакомым электриком или тем кто разбирается в электропроводке кто вообще ничего не понимает в электричестве не суньте свои руки потому что на делаются беды итак начнем с первого блока управления эбу электронный блок управления это до 91 года выпуска у нас начинается на 281 номер и заканчивается 277 самое главное что здесь нужно запомнить это цвет наклейки она у нас какая-то такая серая вроде бы когда что означают данные цифры конкретно я и сам не знаю так что не задавайте вот таких вопросов а если вы знаете что они означают обязательно пишите в комментарии и вот наша фишка с этого эбу и стрелочкой мы указали вам какой контакт именно выходит вот этот один провод на самодиагностику потому что до 91 года работает только самодиагностика и нужен всего лишь один провод и мы его вам указали нужно считать вот с левой стороны от этого крючка верхние именно контакты 1 2 3 4 и стрелочка это тот самый провод дальше нам нужен будет провод это минус и плюс минус можно взять с любой массы прямо с корпуса а плюс можно взять с под руля с какого-нибудь красного провода но все равно проверяйте мультиметром что было бы 12 вольт не меньше а как делать самодиагностику с помощью этих трех проводов смотрите в предыдущих моих видеороликов все есть смотрите ищите не могу я все вам заставить в одном видео получится видео чуть не в три часа и так переходим на другой блок управления все это тема касается посады бы третья первый блок у нас был до девяносто первого года выпуска а вот этот уже блок управления с их девяносто первого года выпуска касается тоже начинается на 280 заканчивая 701 и обращайте внимание на цвет и цикетки здесь у нас уже цвет красный а вот и наша фишка разъем от нашего оба у девяносто первого года выпуска вот наш первый провод на диагностику а вот здесь у нас на картинке уже прям два провода на диагностику так как автомобили посады b3 с девяносто первого года выпуска диагностируются уже с помощью ноутбука самодиагностику я не испытывал зачем она нужна если можно подключить ноутбуку с помощью сканера который стоит копейки все есть на моем канале видеороликах поищите посмотрите и так два провода мы нашли диагностических именно с этой широкой фишки их нужно провести себе в салон для удобной диагностики с помощью сканера 409.1 какая и еще нам нужно будет два провода это минус и плюс к этим проводам минус берем где-нибудь можно взять просто с корпуса а плюс где-нибудь с подруля с красного провода обязательно проверяйте мультиметром чтобы было бы 12 вольт не меньше ну а как подключить эти четыре провода есть у меня на канале моих предыдущих видеороликах самое главное в этом видео я вам указал это распиновка на диагностику все остальное найдете моих предыдущих видеороликах еще одну схему вам предоставлю это кто если захочет переделать со своих родных разъем в диагностических на евро вот это вот схема ловите пользуйтесь если неудобно запоминать в этом видео делайте скриншоты на своих устройствах напоминаю что это видео было про посад b3 и про распиновку диагностических разъемов прямо на нем если кому данное видео было полезно обязательно ставьте лайк подпишитесь на канал если хотите пропускать дальнейшие такие видеоролики обязательно ставьте колокольчик всем всего хорошего и пока пока